Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Анна Заболуева. Аня, здравствуй, расскажи, на что жаловались телезрители. Здравствуй, Полина. Как всегда, больше всего обращений относительно коммунальных проблем. Арамис прислал видео, снятое в одной из квартир на Азина-77. У них течет крыша. Видно, что не первую неделю. Уже стены и потолок рушатся. Чиновники все бездействуют. Вот так вот и живем. Один сплошной потоп. Альберт показал, как на Уфимцево-3В организована канализационная система. Сточные воды сливают через городскую ливневку в озеро, что неподалеку. Мужчина пишет, что образовался ручей шириной в 20 метров. И это в двух шагах от жилого комплекса. Аня, скажи, на что еще жалуются жители нашего города? Марина нам прислала фото в Инстаграм из сквера имени Кривохижина в заводском районе. Деревья там спилили, лавки поломали, мусор не убирают, пишет Саратовчанка. Длится это две недели точно. Марина каждый вечер гуляет по скверу с собакой и наблюдает за изменениями. Пока только в худшую сторону. Пришло коллективное обращение от родителей, которые водят малышей в детский сад номер 18. Там неорганизована парковка и взрослым приходится оставлять свои автомобили на проезжей части. И вести детей по дороге к воротам. Люди настроены серьезно, планируют дойти до губернатора и председателя Госдумы. Спасибо, Аня. Полный отчет о жалобах телезрителей читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность их проиллюстрировать, мы будем только рады. А на сайте информационного агентства «Саратов-24» открыта специальная рубрика «Снег, сосульки, гололед». Присылайте свои фото или видео. Ваши обращения мы передадим чиновникам. Редактор субтитров А.Семкин